Ну и последний доклад предоставляется профессору Петрову Сергею Борисовичу Мистер радикальной цистектомии при поверхностном раке мочевого пузыря Уважаемые коллеги, по данным американских коллег В этом году ожидается более 79 тысяч новых случаев рака мочевого пузыря в Соединенных Штатах Америки В целом, как правило, 60-70% из новых диагностированных случаев рака мочевого пузыря Являются неинвазивной формой рака мочевого пузыря И надо обратить внимание, что практически общая тенденция с повышением как стадии заболевания, так и грейда Растет вероятность рецидива и прогрессии То же самое относится и к арциновой ситам И, как известно, и было уже в предыдущих докладах говорено, что принципиальным и основным этапом диагностики стадии рака мочевого пузыря является трансфортуральная резекция И проблема на сегодняшний день заключается в том, что, во-первых, если отсутствует мышечная ткань в биоптатах, то на сегодняшний день считается, что трансфортуральная резекция не сделана полноценна Кроме того, статистика показывает, что практически при ретуре в 36% случаев выявляется опухолевая ткань А как следствие всего этого, пациентам, у которых диагностирована стадия Т1, либо ТАЖ-3 рекомендуется ретур, который проводится в период от 2 до 6 недель На сегодняшний день поверхность рака мочевого пузыря – это гетерогенные группы рака мочевого пузыря И на сегодняшний день в этой группе выделена подгруппа высокого риска, которая включает в себя ТАЖ-3, которая составляет 20% от группы ТА, наиболее распространенной среди поверхностных раков мочевого пузыря К арциному инсиду, которая как моноопухоль встречается редко, всего в 3% случаев, но при сочетании с Т1 в 50% случаев И надо сказать, что терапия ВЦЖ дает эффект у 70%, но повторные курсы при отрицательной трансфортуральной резекции всего лишь у 40-60% При этом, надо сказать, что как таковых исследований, где изучалось бы результаты лечения изолированной карциномы инсиду, их очень мало В одном из исследований, которое изучало результаты безрецидивной выживаемости у пациентов карциномы инсиду, либо в сочетании карциномы инсиду с ТА У этих исследований показало высокие цифры безрецидивной выживаемости у пациентов, которые были выполнены на цистоктомии Тем не менее, у 8% пациентов через 2,5 года появился рецидив И последняя группа, это наиболее важная группа среди поверхностных новообразований мчевого пузыря Это группа Т1-Ж3 Это практически та группа, которая является группой риска в плане цистоктомии При этом у 50% этих пациентов производится гиподиагностика, то есть вставляется диагноз Т1-Ж3, а на самом деле это мышечный инвазивный рак Поэтому ретур у этих пациентов крайне важен И БЦЖ при повторном отрицательном трансфертеральной резекции в результате снижает рецидивность рецидива всего на 27-30% И статистика показывает, что на сегодняшний день лечение этой категории больных неудовлетворительно в плане мышечно-сохранных такток Так, одно из исследований показывает, что в течение 5 лет прогрессия отмечалась от 21 до 50% пациентов А консервативное лечение в этой группе привело к тому, что прогрессия привела к смерти в 34% случаев Опять же, если посмотреть на результаты лечения этой категории пациентов, то результаты неудовлетворительные Так, согласно данному ретроспективного мультицентрового исследования У пациентов с high-grade поверхностного рака мочевого пузыря, которые перенесли в циотомию Патологическая стадия выросла до мышечно-инвазивной У 51% метастазов лифоузлы были выявлены, у 16% больных Еще одно исследование Из 114 пациентов поверхностного рака мочевого пузыря, здесь и ТА, и Т-карсиномы Ситу, и Т1 После цистоктомии 24 имели патологическую стадию мышечно-инвазивную, то есть больше или равно Т2 И 8% поражения лифоузлов При этом обратите внимание, что общая выживаемость у пациентов, у которых был патологической формой поверхностного рака мочевого пузыря 89% выживаемость, безрецидивная выживаемость А в форме мышечной инвазии на 62% При этом всем этим пациентам показана расширенная лифодисекция То есть это о чем говорит? О том, что те пациенты, которым мы своевременно выполняем радикальную цистоктомию Показатели отдаленные гораздо лучше, чем в тех случаях, когда мы оперируем уже мышечную инвазию То есть привело к тому, что оценка метаанализов данных, которые также свидетельствуют о том, что мы пропускаем в группе поверхностного рака мышечные инвазивные формы Привело к тому, что специалисты стали акцентировать свое внимание на факторах риска, которые позволили бы из группы высокого риска поверхностных форм рака мочевого пузыря Выделить еще отдельные субгруппы, которые были потенциальными кандидатами для выполнения цистоктомии И такие работы появились, в частности в ЦАДе Т1-Ж3 такими прогностическими факторами явился женский полк арцинома инсита в предстательном отделе уретро-мужчин, получавших индукционную терапию БЦЖ Кроме того, такие показатели, как размер опухоли, возраст, сопутствующий к арциному инситу являлись факторами риска, которые вводили эти субгруппы как кандидатов для цистоктомии Особое внимание должно быть уделяться пациентам в стадии Т1-Ж3 в псевдодивертикулах, так как в дивертикулах, как вы знаете, отсутствует мышечный слой У пациентов высокого риска там, где, опять же, после трансуртеральной резекции выявляется стадия Т1, является неблагоприятным прогностическим фактором Естественно, что не оставлены без внимания другие гистологические формы Выявлены высокоагрессивные варианты, которые практически сразу же являются показанием для цистоктомии Кроме того, невероториальные варианты опухолей также являются кандидатами для радикальной цистоктомии И в этом плане, как правило, эти показания не подлежат сомнению Что касается других факторов негативного прогноза, которые косвенно подталкивают врача к обсуждению с пациентом более активной хирургической тактики в плане цистоктомии Они на сегодняшний день сводятся к этой группе И надо сказать, что не всегда достаточно сложно, легко объяснить пациенту, что потребуется цистоктомия Но если бы мы получили у пациента вот эти факторы негативного прогноза Беседа с пациентом должна проводиться в самом начале нашего пути к комбинированной терапии В противном случае пациенты при беседе с врачом категорически отказываются от цистоктомии Акцентируясь на данной литературе, своё мнение Поэтому вот эти факторы негативного прогноза должны обсуждаться с каждым пациентом подробно достаточно Нельзя не сказать о калькуляторах, которые на сегодняшний день уже говорилось и приведены в гайдлайнах Не буду на них останавливаться, просто призываю пользоваться Опять же, достаточно большая работа на сегодняшний день проводится в плане обсуждения вопросов субклассификации стадии Т1 И в этом плане, если первые работы относились к концу 90-х годов, то на сегодняшний день они активно обсуждаются И в докладе, посвященном патоморфологии рака мочевого пузыря, об этом говорилось Тем не менее, я хочу сказать, что если часть классификации действительно подвергается сомнению возможности её эффективности Так как при трансуртральной резекции достаточно сложно выделить мебрану мышечного слоя И здесь половина исследований, которые посвящены в данном случае, приведены здесь Подвергают сомнению эффективность такой классификации Хотя половина явно отмечает, что это позволяет выделить более точную группу риска, которая нуждается в цистектомии Тем не менее, другая классификация, которая формируется на глубине инвазии лямина-проприо На сегодняшний день рядом клиник используется достаточно широко И вот если обратить на данные этого исследования, то у 111 пациентов в стадии Т1Б, то есть с инвазией лямина-проприо Здесь глубина определена была, как критерий, полтора миллиметра После внутрипузырной терапии, ретура, пятилетняя канцероспецифическая выживаемость была 95%, а частота прогрессии 23% В то же время, в стадии Т1А пациенты только наблюдались, они не имели внутрипузырной терапии, ретура, только выполнялась цископия Пятилетняя канцероспецифическая выживаемость 99%, а частота прогрессии всего 5,6%, то есть практически в 4 раза меньше То есть это говорит, что эта классификация работает, и на сегодняшний день патоморфологи достаточно активно дискутируют целесообразность введения вот этих подгрейдов, как бы субклассификации в стадии Т1 Другая классификация по размеру, по диаметру практически в инвазии тоже используется Тем не менее, достаточно неоднородное мнение специалистов Что хочется сказать, что несмотря на появление биомаркеров в нашей клинической практике достаточно давно Я думаю, что P53 в нашей практике уже десятилетие Тем не менее, вы видите, что существенного прорыва в плане какого-то создания кластера вот этих вот биомаркеров, которые позволяли бы нам говорить о прогрессировании, о риске прогрессирования в какой-то категории Клинически это не получило В плане клинических исследований, каких-то статей, работ это применяется Но тем не менее, в промышленном плане, либо стандартов каких-то на сегодняшний день мы не имеем На сегодняшний день достаточно большой интерес специалисты проявляют таким показателем, как циркулирующие опухолевые клетки, которые определяются у пациентов, страдающих раком мочевого пузыря Эти исследования показали, что практически у пациентов без циркулирующих опухолевых клеток в крови безрецидивная общая выжимаясь в течение двух лет выше На сегодняшний день все больше и больше интерес специалистов появляется к этому направлению Но пока на сегодняшний день это экспериментальные, личные работы Кроме того, опять же, так называемые жидкостные биопсии Еще новое направление для выделения группы риска, которые могут быть кандидатами для цистоктомии И в этом плане показано, что количественный анализ мутаций в моче и плазме у пациентов с раком мочевого пузыря Может быть использован как маркер для выделения групп, нуждающихся в цистоктомии Кроме того, еще одно направление это микро-РНК Который на сегодняшний день практически создан атлас для выделения групп пациентов низкого риска прогрессирования, высокого риска инвазивных форм Пока на сегодняшний день, опять же, это перспективное направление И пока никаких стандартов и какие-то рекомендации не входят Поэтому, говоря о цистоктомии и поверхностном раке мочевого пузыря Можно сказать, что группа пухолей поверхностного рака мочевого пузыря Это гетерогенная группа на образование мочевого пузыря На сегодняшний день деление на стадии Т1 на подгруппы Это перспективный индикатор для пациентов с более агрессивным раком мочевого пузыря И выбора пациентов для цистоктомии В свое время цистоктомия это важный этап в лечении больных неинвазивного рака мочевого пузыря И ряд исследований показали, что цистоктомия в этой группе пациентов обходится финансово гораздо меньше Чем ежегодный контроль цитологии, цистоскопии, туры, магниторезонансной томографии и так далее Показания цистоктомии базируются сегодня на индивидуальных клинических и патологических факторах Молекулярные маркеры были исследованы в моче и плазме тканях пациентов с раком мочевого пузыря И, к сожалению, показали себя как только перспективные маркеры прогноза Спасибо за внимание Спасибо большое Вопросы есть? Пожалуйста Сергей Борисович, огромное спасибо за замечательную презентацию У меня будет вопрос такого характера Если мы говорим о неинвазивном раке мочевого пузыря Об агрессивных формах Как Вы относитесь к такому хирургическому пособию, как резекция? И вообще, как резекция раке мочевого пузыря? Спасибо Как резекция, как монотерапия я, естественно, не поддерживаю Как в плане мультимодальной терапии Она может иметь место, безусловно Особенно в центрах с тяжелой сопутствующей патологией Поэтому почему нет? Хотя, опять же, нельзя все абсурдизировать И на сегодняшний день наши возможности в плане радикального лечения У этих пациентов даже при тяжелой сопутствующей патологии существенно расширились Но, как вариант, Вы видели в предыдущий доклад, посвященный гипертальмии Достаточно, в общем-то, интересен Поэтому нельзя исключить, что мы, может быть, в определенной степени рано или поздно отойдем с гипертальмией Пожалуйста Пожалуйста Переоперационная химиотерапия при мышечной навазивной стадии Т2 Потому что я знаю, что в Т3 стадии есть такие работы при операционной химиотерапии Это касаемо проглотического, проглотических факторов Спасибо Нет, таких работ мне не встречалось Сергей Ильич Поверхность на рак мочевого пузыря Высокодифференцированный рецидив Низкодифференцированность G3 Вы будете еще делать электрорезекцию и сразу обратите пациенту на цистомию? Я считаю, что меня вообще придерживает более активной агрессивной тактики Если пациент не отреагировал на предыдущую терапию То, в общем-то, я предлагаю пациенту радикальную цистомию Дело в том, что наш опыт еще в те времена, когда не было таких современных Упроскопической, роботической цистомии Показывал, что если в этой группе цистомию сделать раньше То отдаленные результаты гораздо лучше То есть, помню, что это один из первых больных, которого прооперировали в клинике С мышечной навазивной формой, 14 лет после операции прожил Пациенту 80 лет, и он не подходит на цистомию? Тогда я буду рассматривать естественную Спасибо Спасибо Спасибо